Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Скалет, а в следующем видео материал будет шокирующим. Тем, кто очень любил детстве этот мультфильм, лучше не смотреть, потому как даже если это неправда, то может просто испортить себе хорошее детское воспоминание. Погнали! В 2004 году человек, ответственный за создание популярного в 90-е годы мультипликационного сериала «Ох, шите детки», в одном из интервью признался, что в материальном мире героев их попросту не существует. Объяснилось это тем, что они являются продуктами воображения Анжелики, и выдумок это основывался на том факте, что ее мать игнорировала дочь в детстве, вплоть до самой смерти, а отношения с отцом на протяжении всего времени оставались пустыми и прозрачными. Что касается периода в мультсериале, обозначающейся, как «Все детки выросли», причиной этому был тот факт, что Анжелика страдала биполярной шизофренией. Еще будущей подростком Анжелика стала зависимой от различных наркотических веществ, в результате чего она полностью вернулась разумом детства к своим творениям и стала ими по-настоящему одержимой. И поскольку она взаимодействовала с ними в последний раз в другой момент времени, ей пришлось сделать своих друзей старше. Эта вымышленная компания стала для нее единственной, так как воображаемые друзья понимали ее, в отличие от всех остальных. Только Дил, младший брат Томми, был невымышленным. Это был второй рожденный ребенок, существующий в действительности. Но Анжелика уже не могла различать разницу между воображаемыми друзьями и настоящими. Она ударила Дила, когда он отказался исполнять ее команды. Впоследствии чего он получил серьезную травму головы и стал умственным отсталым. Она стала чувствовать себя виноватой из-за этого инцидента и стала еще чаще употреблять наркотики. В реальности Чайки умер в чреве своей матери при родах. Именно поэтому его папа такой нервный в своем поведении. Персонаж Томми родился мертвым, поэтому его отец целыми днями сидит в подвале, продолжая делать игрушки для сына, которую он так и никогда не увидит. Дивили в свое время была вынуждена пойти на аборт. Анжелика не смогла решить, был ли нерожденный ребенок девочкой или мальчиком. И поэтому она просто придумала одного и того же персонажа дважды, с разным болом. Сама же мать Анжелики рано умерла, и отец вскоре женился на проститутке. Анжелика обманывала себя, вынуждая себя считать ее настоящей матерью. Когда никто не обращал на нее внимания, она придумала, что ее кукла Синтия тоже воплощение мамы. Впоследствии она так и не смогла с нею расстаться. Сюзи была фактически единственным настоящим другом Анжелики. Она развлекала Анжелику тем, что тоже общалась с ее вымышленными друзьями. Позже она получила диплом психолога и стала разрабатывать проект «Ох уж эти детки». Когда Анжелика умерла от передозировки наркотиков, она помогла организовать ее похороны и покрыть многочисленные долги своей подруги. Анжелика провела последний день своей жизни в подсобной части школьной столовой, в своем родном городке, все еще воображая, что ее друзья находятся рядом и снова играют с ней, как в детстве. Анжелика умерла 5 марта 1991 года.